Привет, друзья, от канала Smart Plus. Итак, у нас горячая новинка от Honor, суббренда Huawei Honor 20. И телефончик-то у нас не простой, а топовый. Целые 4 основные камеры, все качественные и одна фронталка. Похожее решение, кстати, есть у компании Samsung. Врезанная фронталка в дисплей в углу слева. Топовый процессор Kirin 980 с техпроцессом всего 7 нанометров. И все возможные плюшки, включая NFC, быструю работу, сканер на торце. И я спешу разложить все четко по полочкам. Поехали! Для начала ценник. Я заглянул в Е-каталог для того, чтобы найти лучшие цены. Так вот, в Украине на момент выхода видео железно 12 тысяч гривен. Только появился выбор небольшой. В RF можно найти немного дешевле. От 24 с лишним тысяч, что очень круто. Ведь это меньше 400 долларов. Тут же я предположил, что есть ему очень интересный конкурент от Xiaomi. Кто бы вы думали? Правильно, Mi 9T. Я тут же их сравнил. И понял, что я просто обязан сравнить их в будущем на канале. Так что с вас подписка и колокольчик, с меня сравнение. Итак, смартфон и комплект поставки. Коробка красивый белый картон, в которой мы найдем сам смартфон и силиконовый чехол. Блок быстрой зарядки. Кабель USB-C. Переходник на наушники из Type-C. На Jack 3.5. Инструкция. Спереди нас встречает дисплей на 6,26 дюймов с очень небольшими рамками. На себя также обращает внимание миниатюрный глазок под камеру. Не новое решение, но по-моему лучше выглядит, чем большой выступ сверху. Кому-то будет нравиться, кому-то может и не очень. И вот такие у нас из коробки оригинальные, я бы сказал, живые обои. Когда шевелишь, шевелится и картинка. Задник у нас из стекла с небольшими переливами. Довольно строгий черный цвет в моем случае, хотя можно взять и синий, например. Тройной модуль камеры со вспышкой, а правее еще одна пипка. Больше камер, все для людей. В целом дизайн сдержанный, довольно стильный и многие заценят тонкие рамки. Сама же рамка, конечно же, металл. Снизу которой перфорация под динамик, микрофон и вход USB-C. Конечно же, есть второй микрофон, а еще тут интересная плюшка появилась. Инфракрасный порт для управления техникой. Что точно не будет лишним. Тонкая сеточка под разговорный динамик вверху. Под ней индикатор событий тоже имеется. Слот у нас слева на 2 SIM без поддержки карты памяти. Но разве она тут особо нужна, когда тут 6-128 гиг памяти. Оперативка, кстати, быстрая. LPDDR4X. А дальше сразу же об одном из козырей данного смартфона. Видите качелька регулировки громкости на своем месте? А рядом то ли сенсор, то ли кнопка. На самом деле это и то и другое. Кнопка разблокировки и одновременно сканер отпечатка пальцев. Я не знаю, почему все не используют данный способ. Это же на самом деле компромиссное решение. Сканер на спинке, по-моему, уже отживает свое. Неудобно, когда он лежит на столе и нужно разблокировать и глянуть в смартфон. В дисплее хорошо, но он должен быть AMOLED. В IPS ведь не встроить. Тут же сканер просто обалденный. Во-первых, срабатывает очень быстро. Во-вторых, безошибочно. Стоит легонько дотронуться, как он уже разблокирован. Скажу честно, мне еще не попадался настолько быстрый и точный сканер с такой относительно небольшой площадью контакта. Но ирония в том, что он может не всегда вам быть и нужен. Ведь по лицу он тоже разблокируется. Если настроить по поднятию, то это также происходит настолько быстро, что вы удивились бы. Он даже и подумать не успевает, экран не успевает загораться. Так что за разблокировку и способы однозначно 5 баллов. Окей, смотрим дисплей. 6,26 дюймов, 19,5 к 9. Это IPS дисплей, что особо порадует тех, кто предпочитает именно IPS, а не AMOLED. Я, кстати, в их числе. На экран уже наклеена пленка из завода. Дисплей насыщенный, с отличными углами обзора, хорошей яркостью. Если нужно что-то в настройках, можно подправить баланс белого, устранить синее свечение. В общем, дисплей устроит большинство пользователей, кроме тех, кто признает лишь AMOLED. Процессор козырный Kirin 980. В Antutu набирает нехилые почти 240 тысяч баллов. В обычном режиме есть еще производительный. И с легкостью тянет все современные игрульки. Тут очень неплохой видеоускоритель Mali-G76. Что не поставь, будет летать на максимуме. Так что, некоторый запас на будущее тоже есть. Но главное, оболочка даже и не думает подтормаживать. 6 гигабайт АЗУ на сегодня вполне хватает для всего. И меня вообще ничего не раздражало в работе. Ни задумчивости, ни микрофрезов. Плюс, данная оболочка Magic UA 2.1 довольно гибкая. Можно кастомизировать и есть управление жестами. Или кнопки навигации на выбор. Жесты грузят анимации больше. И если нет фрезов, опять-таки, это одно удовольствие. Камеры. Их тут много. И поясню, зачем тут целых 4 модуля. Основной модуль Sony AMX 586 с апертурой f1.8. Оптической стабилизации нет. Есть электронная, которая базируется на искусственном интеллекте. Также есть широкоугольный модуль на 16 мегапикселей с апертурой f2.2. Еще один модуль у нас отвечает за глубину резкости для эффекта боке. Есть еще один макрообъектив на 2 мегапикселя с апертурой f2.4 для фокусировки с ближних расстояний. Что тут сказать? Сразу видно, что камеры тут очень даже хорошие. Как в фото, так и в видео. Есть поддержка 48 мегапикселей. И вот вам наглядная разница. Да, фото больше как по мегабайтам, так и в разрешении. И такой режим подойдет вам, если нужно будет что-то увеличить или распечатать. 12 мегапикселей вполне сгодятся для повседневного использования. А если баловаться настройками, то реально это безграничное поле для творчества и экспериментов. Конечно же есть режим боке. И фотографирует здесь не телевик, как принято для портретов. Его тут собственно и нет, а основной модуль. При этом сразу применяются всякие улучшалки, что особенно понравится девушкам. Боке в основном получается правильно, за исключением некоторых ошибок. Также есть ночной режим, что поможет получать более четкие фото в очень плохом освещении. При этом нужно стараться фиксировать смартфон неподвижно. Также я оценил ширик. Он тут качественный, хоть и сгодится больше для улицы конечно. Но забегая наперед, он лучше чем у Mi 9T Xiaomi. Я уже делал несколько фото для будущего сравнения. Хоть кое в чем сильнее Xiaomi. Это будет мегабитва между ними. И особенно ширик может сгодиться во время съемки видео. Вот я снимаю стройку на широкий угол. Это уже на практике реально многим пригодится, ведь очень много деталей влазит сразу. Для сравнения вот я переключаю на основной модуль. А потом и кроп. Так что ширик тут реально не для понтов, а для съемок фото и видео. Он действительно здесь неплохой. Также я оценил очень хорошее качество записи звука во время видео. Впрочем все на ваш суд, внимание на экран, это уже основной модуль. Итак, у нас 4К 30 кадров. Во время видео можно менять угол обзора. Например, это широкий угол. Ну и можно делать кроп на основной модуль. Это кроп, потому качество падает. Что меня удивило, так это очень, очень классная стабилизация. Реально для телефона электронная стабилизация просто супер. В Pro версии есть и оптический стаб, тут только электронный. Но блин, насколько он плавный, реально очень крутой стабилизатор. Я, по-моему, еще не встречал в телефонах такой крутой стабилизатор электронный. Я вот могу плавненько-плавненько вести панорамку. Очень плавно. Вот жаль только, что не поддерживается 4К 60 кадров. Единственное, что было бы вообще обалденно. Итак, друзья, теперь у нас Full HD 60 кадров. Данное видео вы смотрите в 30 кадров, так что вы все не сможете оценить. Но поверьте, даже сейчас я веду панораму вправо-влево. И если бы это было 30 кадров, было бы видно немножко дерготнее. А так сейчас все более-менее плавно. Ну и о фронталочке, чтобы уже закрыть вопрос камер. Заявлены 32 мегапикселя, куча улучшалок, портретный режим. Тут она действительно неплохая. Хоть, по-моему, иногда немного краснит. Давайте теперь немного о автономности. 3750 мА. Вполне хорошая батарея. Помним, что процессор современный и довольно энергоэффективный. Быстрая зарядка работает и телефон способен набрать 55% за 30 минут. Полностью зарядится примерно за час 35. На один день активного юзания точно хватит. Возможно даже на полтора-два. И от 6 до 8 часов экрана гарантированы. По звуку впечатления такие. Разговорный хороший, понравился всем. Наушники тоже звучат качественно. И главное, хороший запас по громкости. Но блин, не нравится мне, что нет тут входа по 3.5 миниджек. Поверьте, его отсутствие это зло. Я сам являюсь обладателем смартфона без данного входа. И уже не раз случалось, что приходилось искать этот переходник. Выход? Bluetooth наушники. Я прохладно отношусь к таким решениям. Из динамика сам звук качественный. Но громкости маловато. В громких местах что-то смотреть или слушать может быть дискомфортно. По связи без проблем, LTE работает, NFC тоже есть, что очень хорошо. Датчиков полный набор. Ну и наконец, мнение от Smart Plus. Это не совсем флагман, конечно, но флагманские фишки вот они. У него есть и достоинства, и недочеты. Вам всего лишь нужно определиться, с чем можно смириться, а чему радоваться и что перевесить. Современный Proc. Самый мощный на сегодня Kirin. Хотя есть Proc и помощнее, но разве это так важно, если все летает и есть задел на будущее? И 7 нанометров техпроцесс. 5 камер. Ну не знаю, всем ли нужен модуль на 2 мегапикселя для макро. Я думаю, тут есть маркетинговая составляющая. А так камеры действительно могут радовать. Особенно порадовала стабилизация и звук в видео, а также фото и видео на широкий угол. Пипка в дисплее, да, не всем будет по душе. Я тоже за симметрию, но намного лучше, чем вырезы всякие, как было еще год назад. Однозначно достоинством будет сканер, его скорость и скорость работы оболочки в целом. По звуку нюансы, которые я озвучил ранее. А так в общем смартфон устроит, если не всех, так большинство. И особенно тех, кто хочет смартфон с хорошей IPS матрицей. Напомню, что я сравню его в одном из следующих выпусков с прямым конкурентом Mi 9T. А цены на него смотрите в описании под видео. Вот если еще упадут, вообще будет супер. С вами был Андрей, канал Smart Plus. Прощаемся ненадолго. Всем пока, друзья.